Акшин Алиев Крепость Балабур Крепость Балабур расположена в 6 километр к юго-западу от Линкарани, у села Балабур, у подножия Талышских гор, и занимает площадь 1 гектара. Первые сведения о крепости были даны историком Саидоле Казебяковым в 1869 году. Позже, в 1926 году, азербайджанский археолог Иса Азимбеков написал во втором номере журнала новости Азербайджанского археологического комитета в статью древности Линкаранского края. Крепость Балабур расположена на вершине горы. На стене первого круга есть комнаты. На стене первого круга вырезанная из белого камня фигура барана. На стене второго круга рельефные фигуры в виде луков, стрел, мечей, кинжалов. В конце верхнего круга находится разрушенная комната. Есть и дополнительные комнаты. Они построены из темно-красного и светло-красного кирпича. Находки крепости средневековая глазурованная керамика, медная и золотая византийская нумизматика. Археолог пищит, что даже я нашел там древние византийские монеты. В результате здесь широко распространена деятельность золотой искателей, чтобы заработать больше денег, чем научные исследования. В результате здания, которые наблюдались во время в Балабуре, были разрушены. Археолог Хатем Касаманлы показал, что в 1967 году, примерно в 100 метрах к востоку от подножия крепости, на равнине была вырота глубокая траншея для водного канала. При раскопках был обнаружен культурный слой, где были обнаружены различные культурные артефакты, в том числе бронзовое и железное оружие. Конские доспехи показал поселение. В эпоху поздней бронзы раннего железного века толщина 1,5-2 метра свидетельствует о том, что поселение было большим, и в то время велась интенсивная жизнь. К востоку от поселения, на большой территории, которую местные жители называют Сион Столышского камня, находится кладбище, ровесник поселения, гробницы типа каменного ящика, разного размера, слажены из огромных кусков камня. Археолог Фарман Махмудов, исследовавший местность в 1967 годах, обнаружил более 200 каменных ящиков. В настоящее время большая часть территории кладбища передана жителям в качестве двора. Лишь небольшая часть охраняется государством как памятник. В истории есть большое количество памятников, известных как Талыш-муганская культура, их изучают более 100 лет. В этот период было определено, что распространение этих памятников охватило равнины Мугани и Ленкарани в Талышских горах. Позднее бронзоранний железный век, вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, первая половина первого тысячелетия, или, другими славами, с сегодняшнего дня носители этой культуры, восходящей к 3-тише 400-2-тише 500 лет назад, имели высокоразвитую культуру, своего времени поддерживали различные культурные, экономические, политические и военные отношения с великими державами Ближнего Востока. Все это отражено в сохранившихся до наших дней грабницах, период богат на военные конфликты, до наших дней сохранились многочисленные замки и крепости, построенные на территориях соседних государств и племен. Однако носители Талыш-муганской культуры, хотя и изучаются много лет, известны лишь большим количеством надгробий. Наличие в могилах различных видов оружия указывает на то, что они всегда находились в состоянии военного конфликта. Однако их укрепления, замки и крепости до сих пор неизвестны науке. В поздний бронзовый и ранний железный век период бурного развития пастбищно-земневоскотоводства на Кавказе и во многих соседних регионах, сильные племенные ассоциации, объединенные на основе военной демократии, контролировали определенные территории, где они проводили лето и зиму на пастбищах. Крепость Балабур был один из 12 крепостей Талыша. В средневековье талышский народ укрылся на этих кропостей и вел борбу за независимость против оккупантов. На этом крепости укрылся национальные герои талышского народа Бахрам Фарухзад и Бабик Хурами. Обе эти герои вели борбу против арабских завоевателей. В данный момент талыши каждый год навешают крепость Балабура честь национального героя Бахрама и Бабика. Историк Акшин Алиев в своем книге Бахрам Наме рассказывает историю крепости Балабуры и изображает внутри города. Балабура честь национального героя Бахрама и Бабика. Балабура честь национального героя Бахрама и Бабика. Балабура честь национального героя Бахрама и Бабика. Бабура честь национального героя Бахрама и Бабика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok